господа это видео посвящается инвесторам здесь я вам объясню что на рынках щит happens и что у вас может от этого спасти единственное что вас может от этого спасти смотрите мы с вами рассматриваем индекс s&p 500 рассматриваем его в период нулевых то есть двухтысячных скажу вам так что если ты инвестировал в начал инвестировать двухтысячных то так это индекс московской держи инвестировал в американские акции в 2000 году то ты за этот период за 10 лет заработал минус семнадцать процентов то есть если ты инвестировал в американские акции в 2000-м и вышел в 2010-м, ты заработала минус 17%. Почему? И что с этим делать? Как только, вот 2000-й год, ты зашел в 2000-м году, где-то вот здесь вот, ты зашел в рынок, вот где-то вот тут вот, ты зашел в рынок. Ты такой красавчик, смотрите, ты туда зашел, вот, ты смотришь на предыдущий период и думаешь, господи, да вот же кризис был только недавно, по идее расти должно, по идее это должно расти, вот он был недавно, кризис, а сейчас-то все растет и продолжит расти, и должно расти. И ничто не предвещает беды, развиваются информационные технологии, конец 90-х, только что прошел дефолт в России, и из-за него вот как раз-таки и было это падение на 22% американского рынка. Азиатский кризис, вот это вот все только вот прошло, ничего не должно быть плохого. И случается кризис даткомов, когда человечество переоценило информационные технологии, и американский рынок улетает на 48% вниз. Давайте я вот вам покажу, вот оно, это значение, вот если ты инвестировал в 2000-м, то к 2003-му году рынок американский теряет 48%. Потом он вырастает из этой всей задницы до 2007-го года, и случается кризис в самом надежном секторе экономики, в недвижимости. Случается 2008-й год, второй обвал за десятилетия. И если ты, красавчик такой, инвестировал в 2000-м году в самое надежное, что есть в мире в американские акции, то к 2010-му году ты заработал минус 17% из-за того, что именно на это десятилетие выпало два жестких кризиса. И единственное, что тебя спасло бы… Ну, давайте два варианта. Первое, если ты видишь будущее, то есть это нереальная ситуация, никто не видит будущее. Видят будущее только люди, которые кричат пять лет, ща шарахнет кризис, и раз в пять лет они оказываются правы. А потом они выпускают рекламу с заголовком. А я этот кризис предсказывал еще пять лет назад. То есть это люди, которые перманентно говорят про кризис. И раз там в определенный период они оказываются правы. И здесь нужно использовать вторую стратегию. В итоге заработал только тот инвестор, который инвестировал здесь. Так, давайте я изменю немножко. Здесь, 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 вот здесь. И здесь каждый месяц понемногу он инвестировал. Он собирал самые худшие цены и самые лучшие цены. Фишка в том, что когда он собирал худшие цены, вот здесь, вот, смотрите, рынок упал на, вот здесь, вот, внимательно меня послушайте, диапазон цен. Рынок шарахнулся на 40%. А потом он вырос обратно, обратите внимание, на диапазон цен, опять выбираем, 90%. То есть движение вниз – это минус 40%, а движение наверх обратно от нижней точки – это плюс 90%. То есть в момент, когда ты возвращаешься обратно к этим же текущим ценам, если ты ничего не делал, ты остаешься в нулях. Если ты постоянно докупал, и вы потом просто вернулись к текущим ценам, вы не обогнали изначальные цены, вы к ним просто вернулись, ты зарабатываешь на этом плюс 90%. То есть падение, извиняюсь, 48%, то есть 50%, а обратно ты вырастаешь на 93%. Вот. Такая вот математика, господа. Это чудо математики, чудо процентов. Проценты – это очень интересная тема. Так вот, если инвестор купил вот здесь вот, вот здесь вот, и сидел, любовался на то, что у него там происходит, он поучаствовал в казино. Вырастет или не вырастет – это не инвестиция, это казино. Работает только одна стратегия. Когда ты себе наметил план инвестиций на будущие 10 лет, и с закрытыми глазами покупаешь по любым ценам, рынок обвалится, и вот эта вот динамика по процентам при восстановлении даже предыдущих уровней увеличит твой капитал. Гарантированно. Рынок, если вырастет, то ты увеличишь то, что ты вкладывал изначально. Это беспроигрышная стратегия. А когда ты инвестируешь в один раз и ждешь, выстрелит или не выстрелит, это все равно, что сходить в рулетку собирать. Получится или не получится. И особенно, когда ты инвестируешь не в индекс целиком, а выбираешь какую-то одну акцию или две, не дай бог, там три, пять даже, это мало, и ждешь результаты именно от этих акций, а не от всего рынка целиком, тоже очень рисковая история. Но возникает вопрос, а если оно никогда не вырастет? Вот сейчас шарахнет ядерная война, и ничего не вырастет. Ребят, если шарахнет, по поводу ядерной войны, это хороший разговор, если будет ядерная война, то мы никак на это с вами повлиять не можем. А если она случится, то нам будет уже все равно. Поэтому никогда не закладывайте, пожалуйста, в свои сценарии развития ядерную войну. Вы ничего, кроме тревоги, там не получите. Это все равно, что закладывать в свой сценарий, а вдруг я завтра помру. Вероятность того, что мы с вами завтра помрем, выше, чем вероятность ядерной войны. Но мы же не закладываем это все время в наш сценарий развития по жизни, в сценарий инвестиций, то, что я завтра помру. Это отдельная история, можно отдельно дискутировать на эту тему. В общем, суть в чем? Суть в том, что, а вдруг рынок никогда больше не вырастет? Рынок, господа, вырастет обязательно, если вы инвестируете не в одни только русские, российские акции, а и в американские тоже. И если вы здесь инвестировали не только в американские акции, но и в индекс РТС, русский, российские акции, РТС. Давайте мы наложим индекс РТС сюда. Индекс РТС с 2000-х годов, вот 2000-й год, ты инвестировал в чудесный индекс РТС вот здесь вот. И вышел в 2010 году, в начале, вот в конце, ну, короче, где-нибудь вот здесь вот ты вышел, ты заработал плюс 2700%. Это к разговору о диверсификации. Казалось бы, инвестируют только в американские акции, они самые надежные. Инвестируют только в русские акции, они самые недооцененные. Это не работает. Добавьте сюда еще Индию, инвестиции в индийские акции. Добавьте сюда еще Мексику, то есть можно просто взять ETF на Латинскую Америку. Добавьте сюда разные страны, это то, чему я обучала на закрытом уже курсе капитал и чему я буду обучать на новой обучающей программе, которую я опять я продаю. Извините, давайте не буду продавать вам здесь, просто буду объяснять. Короче, добавляйте туда все. И ваша главная история – это диверсификация, дисциплина и время. И тогда все будет хорошо. Хватит играть в русскую рулетку в инвестициях. Диверсификация, инвестиции и время. Кризисы будут случаться всегда, постоянно. Не думайте, что когда вы зашли на фондовый рынок, кризисы вдруг, потому что вы туда пришли, перестанут случаться. Они будут случаться, по два, по три кризиса за десятилетия может произойти. Именно потому, что они случаются, и создана история с портфельными инвестициями, когда у тебя сделана диверсификация по странам, по классам активов, по инструментам, по эмитентам. Это раз. И два, когда у тебя есть четкая стратегия, дисциплинированная, входа в рынок ежемесячная, с закрытыми глазами, каждый месяц. И когда ты инвестируешь не для получения быстрых результатов, а для долгосрочных стратегий. Долгосрочная стратегия вас иногда будет разочаровывать в периоды кризисов. Но для этого есть ваша стратегия, когда вы ежемесячно, ежемесячно, постоянно. Для этого есть диверсификация, когда у вас, если случилась жопа в России, в Америке еще пока что не такая жопа. И наоборот. Это, если вы ищете какой-то священный грааль в инвестициях, вот он. Это единственный работающий подход. Все остальное, что вы создаете, не работает. Или это работает на коротких дистанциях. На коротких дистанциях. Если вы хотите заработать на короткой дистанции, не нужно идти в самые рисковые стратегии. Это, кстати, парадокс финансов. Хочешь заработать на короткой дистанции, используй самые консервативные инструменты. Хочешь заработать на длинной дистанции, используй агрессивные инструменты. А люди наоборот делают. Ща мне нужно по-быстренькому заработать, ща я в каком-нибудь спешусь, какую-нибудь верную тему такую, ща я быстренько денег подниму. Это не работает. Это почти что всегда слив денег. Вот такая вот, ребятки, вам такой мини-тренинг. Надеюсь, немножечко удалось отрезвить некоторых инвесторов и наставить на путь истины. Хорошего вечера. У меня 80 тысяч регистраций на время денег. Это два олимпийских.